В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! И как обычно в нашей программе о событиях православного мира за истекшие 7 дней. Славная история России. В Новоспасском монастыре состоялись торжества, посвященные 400-летию Дома Романовых. Покровский собор. Взгляд современника. В выставочном зале Одесского дома «Милосердие» представлены полотна знаменитого Московского собора Василия Блаженного. Детям и святых к юбилею преподобного Сергия Радонежского выпущена детская настольная игра монастырей. В России продолжается празднование 400-летия Дома Романовых. На этот раз центром торжеств стал Новоспасский монастырь. Здесь прошло освящение нового царского колокола для звонницы монастыря. В этот же день патриарх Кирилл совершил членосвящение о модели памятника династии Романовых. О событии в сюжете Анастасии Хомченко. С давних времен Новоспасский монастырь называют царским, потому что именно здесь были погребены предки и родственники российских императоров. В честь праздника звонница Новоспасского Ставропегиального монастыря почти столетия спустя вновь получила первоначальный облик. Отныне ее будет украшать романовский колокол. Именно так было решено назвать этого тяжеловеса в тысячу пудов, который осветил патриарх московский и вся Руси Кирилл. Сочный, гармоничный, красивый звон разнесся по округе. Это работа тутаевских мастеров. Их колокола славятся своими голосами не только в России, но и за ее пределами. Раньше в колокольне Новоспасского монастыря уже был подобный богатырь. Однако во время пожара 1812 года он был утрачен. В начале 20 века был уничтожен и оставшийся ансамбль колоколов. Теперь романовский колокол призван положить начало формированию новой звонницы древней обители. Колокол, сегодня в него позвонили, очень звучит красиво, я думаю, что будет слышно. У нас многие прихожане отметили очень красивый звук, очень хорошего звонаря к этому колоколу. Отливка такого царского колокола – дело не дешевое. Поэтому еще в прошлом году была объявлена всенародная акция по сбору средств для тысячепудового колокола. Один из ее инициаторов – Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Во многом благодаря именно этой женщине нужное количество денег удалось собрать всего за несколько месяцев. Трудно было. Вы знаете, я вам скажу, я много езжу. Я была и в Сан-Франциско, я была и в Нью-Йорке, я была вообще, так сказать, в многих местах. И хоть не странно, вот я даже сейчас привезла 60 долларов, кто-то мне в последнюю минуту дал, вот он говорит, на колокол, потому что еще же установку нужно платить. Так что собирались, в общем, с мира по нитке, по доллару, по копейке. В этот же день патриарх Кирилл совершил чин освящения модели памятника династии Романовых, при правлении которых наше Отечество стало Великой Империей. Первый царь из династии Романовых Михаил Федорович и последний император Николай II держит в руках чудотворный образ Федоровской Божьей Матери, покровительницу дома Романовых. Та роль, которая сыграла династия в жизни России, она основополагающая, потому что после смутного времени, значит, эти люди получили Россию в разрухе. И вообще речь стояла о существовании государства. И в конце династии Россия представляла себя одну из самых крупных империй в истории, вообще мировой истории. И, конечно, мы должны в истории видеть и плохие стороны, и хорошие, для того, чтобы в будущем не совершать ошибок и, в общем, все самое хорошее брать с собой. Эту же скульптурную композицию только уже на постаменте разместят у святых врат Новоспасского монастыря ко дню Единения Народов, который в России отмечается 4 ноября. Я приходила, всегда созерцала на эту колокольню, и сердце обливалось такой болью, потому что все это закрыто, потому что все это убито. И вот сейчас удивительное возрождение, такой торжественный день освящения колокола и необыкновенное совершенное памятник нашим царям. Радуется душа. Слава тебе, Господи, что это происходит. В преддверии Великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы в выставочном зале Дома Милосердия Одесского Святого Архангела Михайловского Женского Монастыря открылась выставка «Покровский собор. Взгляд современников». На ней представлены произведения участников арт-фестиваля «Рисуем Покровский собор», ежегодно проходящего в Москве Международный день музеев. Единственный раз в году Красная площадь у подножия всемирно известного памятника русского средневекового зодчества превращается в поистине народную творческую мастерскую. Здесь создаются произведения графики, масляной, пастельной и акварельной живописи, рисунки цветными карандашами, а также неординарные дизайнерские проекты. Как воспринимали это архитектурное чудо в древности и каким собор видится нашим современникам, сегодня выясняла Наталья Марчук. Сквозь завесу тумана и нитей дождя, залитый солнцем и яркими красками, в цвету сирени и устремленной главами в небо синь, рисуют наши современники святыню русского православия Покровский собор. Представленные в Одессе работы поражают своей индивидуальностью и разнообразием техник. Масло, акварель, витражные краски, карандаш. Все произведения различны по уровню исполнения, поскольку арт-фестиваль собирает людей всех возрастов. В частности, самому юному художнику исполнилось всего 5 лет, старшему 56. Работы было очень сложно отобрать, потому что в каждой работе мы видим проявление индивидуальности. Каждая работа интересна тем, что мы встречаемся с обычным человеком, который не на должности сейчас какой-то, который хочет что-то рассказать о том, что он почувствовал, находясь здесь, в Покровском соборе. Самым главным критерием был не профессионализм, а искренность, чистота, эмоциональность работы. Покровский собор уже более 450 лет возвышается над Красной площадью в Москве. Это обетная церковь. В 1552 году царь Иоанн Васильевич Грозный дал обет, что в случае победы над Казанским ханством он поставит величественный храм-памятник. Спустя почти 10 лет собор украшал главную площадь Москвы. Его композиция уникальна. Шестиметровый подклет служит основанием девяти церквям, большая часть которых освящена в честь праздников, приходившихся в дни решающих боев за Казань. 1 октября 1552 года начался решительный штурм Казани. На этот день приходился большой церковный праздник Покров, поэтому главный храм осветили в честь Пресвятой Богородицы. Позже к нему пристроили храм в честь московского юродивого, святого Василия, которого любил и почитал царь Иоанн Васильевич. С этого момента церковь стала носить и второе название – Собор Василия Блаженного. С 17 века облик собора неоднократно менялся – реставрировался, достраивался. Задерцая представленные на выставке работы, зритель легко может понять, как он выглядит сегодня. Накануне Великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы эта выставка рассказывает о, наверное, самом прекрасном храме Святой Руси. Он здесь с нами, хотя Москва далеко, но Святая Русь живет в наших сердцах. Поэтому мы рады представить одесситам эти работы, работы самых разных людей, но в каждой из которых отразилось православное сердце. Это православное сердце через видение вот этой божественной красоты. Выставка уже побывала во многих городах России. Недавно она посетила столицу Украины. Вскоре ее представят жителям молдавских городов. Одесситы будут знакомиться с ней до конца осени. Ну а первые впечатления уже получены. Я, конечно, потрясена, что столько наше поколение молодое смогли передать на лист бумаги эти краски, эти тени, эти впечатления. Это то наше русское духовное, которое наши предки жили этим. И оно в крови. Каким же видится Покровский собор нашим современникам? Представленные на выставке картины, впечатляющие своей искренностью, отвечают на этот вопрос. А переданный в работах интерес к архитектурному искусству и проявленная безграничность творческого и духовного познания свидетельствует о том, что путь навстречу истории, обогащая взгляд, обращенный в современный мир. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. Настольная историческая игра монастырей выпущена в Москве в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Сюжетной основой игры послужили жития преподобного Сергия, а также круга его учеников и последователей. Святых преподобных Никона Радонежского, Кирилла и Ферапонта Белозерских, Зосима и Саватия Соловецких и других почитаемых святых XIV-XVI веков. Преодолевая опасности и нужду, подвижники идут в неведомые дикие земли. В релизе игры говорится, что на этом пути их подстерегают много невзгод и опасностей. Кочевники, язычники, лихие люди, голод и стужа. Подчас лесные обитатели, ворон или медведь – их единственные собеседники и помощники. Энаки собирают единомышленников, строят кельи, заводят промыслы. И в глухих лесах средневековой Руси один за другим возникает монастырь. Нашу программу продолжит интернет-обзор. Валерий Гриценко ознакомит вас с сообщениями, которые на этой неделе разместили православные сайты. Здравствуйте! В нашем сегодняшнем обзоре много серьезных вопросов, ответы на которые вы найдете на православных сайтах. Протеерий Всеволод Чаплин призывает православных противостоять мифу о Христе, как о пацифисте и революционере. Православным не следует уступать тем, кто пытается навязать им мифы о христианстве, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протеерей Всеволод Чаплин. Он уверен в том, что нас пытаются приучить к мифу о христианстве, созданному западными интеллектуалами и архитекторами москульта, усвоенному советскими шестидесятниками, развитому частью нашей интеллигенции 80-х и 90-х, а теперь, кажется, вновь реанимируемому. Мифу, в котором Христос не то хиппи, не то толстовец, не то пацифист, не то революционер. Но в любом случае совсем не Христос Евангелия. Об этом отец Всеволод пишет в статье, опубликованной в православной газете «Русь державная». Он советует православным свидетельствовать о подлинном ущении Христа, чтобы не дать заменить его фантомом, который одобрил бы любой грех. Более подробно об этом читайте в рубрике «Мониторинг печатных СМИ» на сайте Интерфакс Религия. Парадоксы религиозного сознания. Можно ли считать, что без крещения никуда? Отсвещать жилища и при этом называть себя атеистом? Можно ли читать молитвы, не понимая значения слов? Но осознавать, что это помогает. Как это все совмещается в сознании человека? И кто они, православные атеисты, сомневающиеся или стоящие на перепутье? На эту тему рассуждает игумен Нектарий Морозов. Интервью с ним разместил сайт «Православие и мир». Их академия и наша вера. Будущие церкви и науки тесно связаны. Реформа Российской академии наук продолжает вызывать ожесточенные споры. К сожалению, представления о православии, да и о религии вообще, многие участники общественного диалога черпают слубочных картинок, висящих, если не на стене у пушкинского станционного смотрителя, то в каких-то поросших мхом хранилищах лжестереотипов. Стоит ли воспроизводить непреложный исторический факт, что европейская наука с автором комментария на апокалипсис Исааком Ньютоном, монахом Григором Менделем и многими другими, достигла своих успехов не вопреки, а благодаря христианству. Это известно любому аспиранту гуманитарного вуза. А приписываемый церкви бесконечный поиск чудес, как смысла жизни, на самом деле являются свойствами языческого мировоззрения. Здравомыслия, критический анализ себя и окружающего мира нужны верующему человеку не менее, а может быть и более, чем тому, кто не открыл для себя мир веры. Подробнее об этом пишет издание «Новая газета». Священник в соцсетях, онлайн или офлайн, вот в чем вопрос. Ни для кого не секрет, что сегодня большинство священнослужителей ведут активную деятельность в интернет-пространстве. Многие выкладывают фотографии из богослужения или проведенного мероприятия, высказывают свое мнение о том или ином актуальном событии, отвечают на вопросы верующих, а порой и неверующих людей. И часто у православных христиан возникает вопрос, а подобает ли священнослужителю, тем паче архиерею, регистрироваться в социальных сетях? И является ли проповедь в интернете истинной проповедью? Автор статьи, которую опубликовал интернет-портал «Православие в Украине», отвечает на многочисленные вопросы верующих. Находите важные для себя темы, а о новых публикациях православных сайтов мы расскажем через неделю. Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о следующих событиях. Простой епископ. В Севастополе известный кинорежиссер-документалист Татьяна Карпова представила свой новый фильм о святителе Иннокентии Вениаминове. Молебеном успехов в учебе в храм при Центре православной культуры Лествица доставлен ковчег с частицами мощей преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Читайте классику. Ученые выяснили, что чтение хорошей литературы развивает умение лучше понимать намерения и эмоции иных людей. В Севастополе в рамках фестиваля «Русские встречи» в Артбухте в Морской библиотеке состоялся кинопоказ новой работы известного кинорежиссера-документалиста, преподавателя ВГИКа, автора книги «Школьникам о документальном кино» Татьяны Карповой. За вклад в православный кинематограф. Она награждена медалью Московской патриархии Сергий Радонежский. Режиссер более 50 фильмов. Поделилась собравшимися своими мыслями о том, что значит православное кино и презентовала свою работу «Простой епископ» из цикла документальных фильмов о московских митрополитах. На показе побывала Светлана Карташова. На презентацию своего фильма «Простой епископ» режиссер Татьяна Карпова призналась, что в создании документального кино работа с архивами для нее – настоящая сокровищница. Вот, работая над фильмом «Осветители Иннокентий Вениаминови», изучая архивные материалы, Татьяна Михайловна поражалась глубине личности священника, миссионерский путь которого пролег через Якутию, Тихоокеанское побережье, Алеутские острова и Аляску. Он известен как мореплаватель, ученый-натуралист, составитель алфавита и грамматики алеутского и якутского языков, исследователь обычаев аборигенов Аляски и Сибири, просветитель, строитель храмов. Его жизнь не может не удивлять современного человека. Меньше всего бы хотелось, чтобы, глядя фильм, люди говорили, «О, вот раньше были времена, а теперь ты не такой человек». Я разговаривала с семинаристами, вот когда снимала о следующем миссионере, есть ли такие люди, могут ли быть. Вот когда я снимала на Алтае, то я увлеклась темой современного нам духовенства и поняла, что они теперь миссионеры, они теперь подвижники. Вот они живут там в глуши, как один батюшка рассказывает, у нас пуговиц нет, у нас ничего нет, пуговиц простых купить нельзя. Вот в таких условиях живут батюшки. Режиссер порядка 50 документальных и научно-популярных фильмов Татьяна Карпова особое место отводит теме церкви и православия, поясняя, что православное кино – это не фильмы о богослужениях, не митры и облачения в кадре. Христианское мировоззрение – вот сердцевина православного кинематографа. Люди на заре этого кино православного, это начало 90-х годов, даже конец 80-х, начало 90-х годов, они открывали зрителей церковь, ну, как Колумб Америку. Просто, да, это было незнакомо, это было интересно, это притягивало, это манило. Первый фестиваль, который состоялся в январе 1990 года и уже собрал множество фильмов на темы церкви и православия с разных студий России, Украины, Белоруссии, их оказалось много. Так вот, залы этого фестиваля были полны. Люди приходили с семьями, с термосами, с бутербродами, чтобы сидеть целый день. И потом в книге отзывов писали, например, весь сеанс проплакала, потому что занималась атеистической пропагандой. Или там посмотрел ваши фильмы, завтра пойду креститься. То есть, когда люди стремились к церкви, но еще не знали, как это делается, то кино, как самое популярное, доступное вид искусства, помогало людям сделать шаг к церковной ограде. За 15 лет отец Иоанн привел к православной вере всех жителей островов. Даже индейцы из воинственных племен, еще недавно убивавшие русских, приняли крещение после того, как отец Иоанн уговорил их сделать прививку от оспы и этим спас племя от вымирания. Да, эти фильмы не показывают в кинотеатрах и не рекламируют на телевидении. Это особое кино со смыслом для тех, кто ищет этот смысл в жизни. Вечные тайны, святые против мятежа, видимое и сокровенное. Эти и другие фильмы Татьяны Карповой доступны для просмотра благодаря интернету. И зритель, который готов набрать их в поисковике, это человек, которого не пугает тот факт, что кино заставляет задуматься над своей жизнью. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым. Святые подвижники, наши помощники и представители перед Богом на протяжении всей нашей земной жизни. Поэтому частое обращение к ним есть естественная потребность всякого христианина. Внимательно всматриваясь в их подвиги, мы стараемся подражать их вере и укрепляться. 8 октября Православная Церковь чтила День представления преподобного Сергия Игумена Радонежского. В канун памятного дня из Москвы в Днепроветровский храм при Центре православной культуры Лествица доставлен ковчег с частицами святых мощей преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. О святыне и о том, кто особенно в храме ждал этого события, далее в нашем сюжете. В храм преподобного Иоанна Лествиченко при Центре православной культуры Лествицы прибыл ковчег с частицами мощей преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского. Это наиболее почитаемые святые православные церкви. По ходатайству митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея частицы святых мощей были преподнесены в Серафимодивеевском женском монастыре и в Троице-Сергиевой лавре во время паломничества преподавателей-воспитанников детской богословской школы. По прибытии святыни в храм перед ковчегом был совершен благодарственный молебен с чтением молитвы святым угодникам. Ковчег был изготовлен в России в мастерской художественно-производственного предприятия «Софрина». Знаменательные события приурочены к 1100-летию обретения мощей преподобного Серафима Саровского и 180-летию его упокоения, а также к торжествам, которые будут отмечаться в следующем году – 700-летнему юбилею великого русского святого преподобного Сергия Радонежского. «Теперь этот ковчег с частицами преподобного Сергия и Серафима будет всегда находиться в храме, в домовой церкви в честь преподобного аналесащика. Теперь вы всегда сможете приходить сюда, молиться за своих чад, за своих деточек, просить их молить святых угодников Божьих, ходатайства, для того, чтобы они успешно познавали потребное учение в школе, чтобы все, что полезное, хорошо усваивалось, а все, что не полезное, бывает даже в школе, к сожалению, пусть их молитвенно Господь оградит их от этого, чтобы они росли в вере и в благочестье». Традиция поклонения мощам восходит к ранней Христовой Церкви. Само слово «мощи», что в переводе с греческого означает «оставляю», нужно понимать шире, чем просто телесные останки. Для христиан тело – это не случайное одеяние души, а один из уровней человеческой личности. Мощи служат живым напоминанием о личностях святых и побуждают верующих к подражанию их благочестивым подвигам. «Святые преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский – это великие святые, которые просияли в земле русской. То есть они наши соотечественники, наши любимые святые, те, которые молятся о нас пред престолом Божьим, которые мы каждый день возносим молитвы, особенно о наших чадах, потому что оба считаются заступником детей. Серафим Саровский помогает в учебе чадам, детям». По словам священнослужителей, преподобный старец Серафим считается одним из наиболее почитаемых святых в православии. Ему молятся в печали, при различных болезнях, для преодоления сложных жизненных ситуаций. Этот святой прошел все ступени монашеского подвига. 30 лет отшельничества, 3 года столпничества, подвиг безмолвия и затвор. Он являет нам образцы кротости, смирения, послушания и совершенного незлобия. Вся жизнь его определялась, по сути, только двумя неразрывно связанными евангельскими заповедями. Любовью к Богу и любовью к человеку. Святым Сергеем Серафиму нужно молиться об учебе, чтобы они помогали и защищали нас, чтобы мы всегда были здоровы и не болели. Преподобный Сергий Радонежский считается покровителем воинов, дипломатов и учеников. Ему молятся не только в День памяти, но и тогда, когда нужна помощь. Солдаты и офицеры перед судьбоносными сражениями, больные и их родственники об исцелении от болезней, а студенты перед экзаменами, особенно если учеба дается тяжело. Мне в своей жизни посчастливилось учиться в Московской духовной школе, которая расположена на территории Троицы Сергия Лавры. Само название Лавры говорит о том, что она возникла в трудах, молитвах, подвигах преподобного Сергия Радонежского. Поэтому студенты, которые тяжело даются учения, особенно прибегают каждое утро преподобного Сергия к мощам его, помолиться об успешном усвоении и запоминании этого божественного учения, которое преподавалось в духовной школе. Особенно наплыв студентов было тогда, когда приходилось время экзамена. Особенно рады прибытию святыни дети и их родители, ведь теперь можно попросить молитвенной помощи об успехах в учебе у святых угодников в храме Днепропетровска. Мне дает возможность приложения к святым мощам попросить у Господа Бога о здоровье моей семьи и о хорошей учебе в школе. Анна Ригульская, Марина Полякова, программа «Седмица». Ученые признали хорошую литературу, классику и отмеченные литературоведческими премиями произведения с замечательным способом развития умения понимать намерения и эмоций иных людей. Читавшие рассказы Чехова люди отметились лучшими результатами сравнительно с читателями всевозможных детективов. Проведшие исследования специалисты из Нью-Йоркской новой школы применяли в своей работе систему, название которой переводится как «теория намерений». Основывается данная концепция на способности воспринимать человеком переживания иных людей, а также понимание их чувств, особенности психики и разума. Данная теория не является научной, характеризует сформированное представление у большинства людей об особенностях устройства в психике окружающих. Поскольку теория намерения невероятно важный компонент социального взаимодействия, психологи используют ряд тестов для оценки ее развития у человека. Ученые подчеркивают, что вряд ли короткие рассказы могут серьезно пополнить жизненный опыт человека и расширить его эмоциональное восприятие. Поэтому они призывают более тщательно подходить к преподаванию классической литературы в школах. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Не забывайте перечитывать классику, а ровно через неделю мы расскажем вам о новых интересных событиях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин